Здравствуйте, в эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Любовь Пермякова. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы от Нинецкого округа Сергей Коткин. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Люба. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сергей Николаевич, сегодня мы с вами поговорим о самой обсуждаемой теме, теме номер один, это поправки в Конституцию. Скажите, вот с чем связаны внесения поправок? Ну, мы с вами, Люба, и в том числе с вами об этом не один раз уже говорили, о том, что необходимость такая действительно уже есть созрела, внесение их поправок. Действующая Конституция у нас 93-го года, причем мы знаем, как она принималась, практически с колен, на коленях писалась, бывшая гостиница «Россия», когда рядом стояли наши уважаемые коллеги и друзья в кавычках из океана, советники. И в той Конституции, которая вот с 93-го, безусловно, эта Конституция помогла нам сохранить Россию в 90-е годы, это однозначно. Но, тем не менее, даже с первого взгляда, невооруженным взглядом видно, что там были заложены очень серьезные риски. Такие мины, которые в любой момент могут очень негативно и в негативном плане серьезно сказаться на государственности, прежде всего Российской Федерации. Ну, что я имею в виду? Это верховенство международного права над национальным, над Конституцией Российской Федерацией. Если в 90-е годы мы это не ощущали, то сейчас мы практически ежедневно видим решения Международного европейского суда по правам человека. Те решения, которые приняли международное право, мы очень уязвимы в этом плане. Кроме того, есть ряд моментов, которые волнуют, беспокоят с точки зрения государственности, и отчуждения территорий. Посмотрите, даже за это время, там 27 лет, значит, у нас Даманский полуостров, территориальные воды по Норвегии и прочее. Я уже не говорю ранний период, когда у нас Крым, как президент говорит, как мешок картошки мы отдали в другое государство. С чего вдруг, с какой стати? Вот в этой Конституции, к сожалению, вот это было возможно. Это было возможно. Поэтому сейчас, да и кроме этого, мы живем уже в другом государстве, уже иной строй, да и люди уже совершенно иные. Совершенно иные экономический формат. В рыночную экономику входим. То есть, безусловно, в 27 лет тот период, который накапливалось вот эти все предложения. И на сегодня, на сегодня вот то, что мы обсуждаем с населением, вот я уже здесь не первый раз обсуждаем с жителями округа, много поправок. Более 600 поправок вмесено в Конституцию Российской Федерации от жителей округа. 206 только вот пошло. Мы приняли во втором чтении, когда мы рассматривали все поправки, в том числе и моя поправка там была, я тоже вносил поправку, но она не прошла, к сожалению. То есть, жители Нинского округа активно участвовали в обсуждении, внесении? Безусловно. Очень активно, очень много предложений. Были предложения от нас, от коренных, молчистых народов Севера. Когда я встречался с ветеранами, с молодежью, тоже были предложения. В принципе, я их всех сгруппировал, они вошли в общий поток всех поправок. То есть, я думаю, что вот очень активно включилось население в обсуждение этих поправок, внесение этих поправок. И одну из них я внес, я даже не скрою. Одна из поправок – это когда президент говорит о том, что кандидат на должность президента не должен иметь гражданства иностранного государства или вида на жительство иностранного государства. Не только на момент избрания, а по всей своей жизни он не должен этого иметь. К сожалению, когда речь идет о председателях правительства, о заместителях, председателях правительства, о министрах, о депутатах Государственной Думы, членах Советов Федерации, губернаторах, этого нет. Этого нет. Поэтому я внес поправку с предложением, что руководство системы, как бы принципа единочалия органов государственной власти, системного принципа, логично было бы это перенести и на эту категорию чиновников. Они тоже, на мой взгляд, не должны иметь гражданства иностранного государства или вида на жительство на протяжении всей своей жизни. Я глубоко в этом убежден. Если ты имеешь там гражданство, это очень серьезно на самом деле. Я внимательно посмотрел, и международное право посмотрел. Если ты являешься гражданином, условно говоря, Соединенных Штатов Америки, то ты обязан служить в армии Соединенных Штатов Америки. Если ты не выполняешь решения, органов власти Соединенных Штатов Америки, условно говоря, санкции введены против Российской Федерации, ты их не выполняешь, тебя могут Соединенные Штаты Америки привлечь к уголовной ответственности по своим законам, по своему законодательству. И я глубоко убежден в том, что если там у тебя недвижимость, если там у тебя дети, внуки, если там гражданство ты имеешь, ты подчинен воле народа американского, если ты имеешь гражданство и американское, к примеру. Поэтому живи там, живи там, а не находись у органов власти руля великого государства. Но, к сожалению, она не прошла. Там было принято о том, что счета мы не можем иметь за границей, зарубежные счета, и не иметь гражданства или наведа жительства на момент избрания в Государственную Думу и работы в Государственную Думу. То есть масса поправок очень много, таких очень, на мой взгляд, основополагающих поправок, очень серьёзных, которые и такое получили активное включение населения и жителей Нейско-автономного округа. Сейчас они будут рассматриваться на рабочей комиссии, да? Они уже рассматривались на рабочей группе. Осталось 206 поправок. Затем было вынесено между первым и вторым чтением в Государственную Думу. Мы рассмотрели это во вторник. Во втором чтении приняли поправки и президента, и жителей Российской Федерации. И те поправки, которые были озвучены в ходе заседания Государственной Думы. Затем мы приняли в среду, в третьем чтении окончательном. Потом принял Совет Федерации. Затем они направляются в регионы, в региональные законодательные власти, представительные органы власти. Мы должны получить не менее двух третей отзывов положительных с регионов. После этого они пойдут в Конституционный суд. Конституционный суд Российской Федерации должен проверить их на предмет соответствия Конституции и законодательству. И после этого они пойдут на всеобщее голосование Российское 22 апреля, которое будет выходным днем. После этого, как народ, жители проголосуют, поддерживают или не поддерживают, президент Российской Федерации или подписывают или не подписывают эти поправки. Вы думаете, что все-таки нужно проводить это общероссийское голосование? Чем оно отличается от референдума? В принципе, в те главы, в те статьи, которые вносятся изменения в Конституцию, они не требуют референдума. Но, тем не менее, президент принял решение. Он посчитал нужным, что поправки очень серьёзные. Мы об этом только что с вами сказали, проговорили. И он принял решение о том, что даже по этим поправкам, которые мы вносим в эти главы, должно быть мнение жителей Российской Федерации. Только после их мнения и их резолюции он примет такое решение. Это его право. Поэтому пошли на такое общероссийское голосование, которое состоится. Я думаю, что, судя по прессе, то информация, которая идёт, действительно, включение очень серьёзное. Надо же сначала этот материал изучить, да, Сергей Николаевич? Безусловно. Многие впервые Конституции прочитали, после того, как мы поправки стали вносить. Это действительно так. И я её более подробно изучил. Я её прочитал, и не один раз, и как бы знаю. Но, тем не менее, когда этот процесс начался, я изучил как бы всё до запятой. Всё до запятой. И вот когда даже начал её изучать с точки зрения подготовки к поправкам, то увидел там много чего, что надо было бы действительно менять, и раньше этого не замечал. Поэтому и у нас в Государственной Думе очень бурное обсуждение, очень эмоциональное обсуждение такое было. Я думаю, что те поправки, они как бы, я делю там два блока, социальный блок и блок государственности. Социальный блок, ведь мы провозгласили в Конституции, что мы являемся социальным государством. А дальше что? Кроме этой фразы больше ничего нет. Сейчас мы уточняем, говорим о том, что минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации должен быть не ниже прожиточного минимума в Российской Федерации. что индексации пенсии должны быть не регулярно, как это было раньше предложено, а ежегодно, не ниже уровня инфляции, словно говоря. То есть уточняющие позиции, которые защищают непосредственно права россиян. Это с точки зрения социального блока, а с точки зрения блока государственного устройства, здесь поправки, на мой взгляд, очень серьёзные и очень серьёзные изменения. И здесь вот очень важно, я уже сказал о том, что требования к государственным служащим высокого уровня, который, по сути дела, принимает решения по, стратегические решения по развитию Российской Федерации, то, о чём я с вами, то, о чём я только что сказал, по отчуждению территории. Ведь сейчас в Конституту чётко войдёт дополнение к статье о том, что мы даже не имеем права обсуждать возможность отчуждения территории Российской Федерации, там, какие-то государства. Абсолютно верно и правильно. Я у Норкина, когда выступал в передаче «Место встречи», как раз эту тему обсуждали, я сказал, что и как офицер, и как гражданин Российской Федерации двумя руками за эту норму, поскольку не на мета земля присоединялась к государству нашему Отечеству, нашими предками, и торговать ею, я думаю, что никто не имеет никакого морального права торговать и отдавать кому-то. Поэтому чётко зафиксировано будет, если поддержат жители Российской Федерации, о том, что никакого даже обсуждения не может быть по отчуждению территории Российской Федерации. На мой взгляд, это очень важная статья. Кроме того, мы даём серьёзные полномочия Государственной Думе, Совету Федерации, то есть парламентарии должны быть вот именно таким. Мы же представляем регионы, представляем жителей своей региона, не низкие автономные ока представляют Государственную Думу. Значит, нам, сейчас нам дают права по утверждению председателя правительства, по утверждению заместителей, профильных министров. То есть это очень серьёзные полномочия, но это не только полномочия и возможность, это и очень серьёзная ответственность на того же депутата Государственной Думы, который принимает решения по утверждению председателя правительства, замов, министров. И, безусловно, он будет нести ответственность, как они будут выполнять свои функциональные обязанности, поскольку мы их согласовывали на должности, утверждали, вернее. А Совет Федерации, там больше силовой блок, по силовому блоку, именно согласование с Советом Федерации по внутреннему делу, по юстиции, по оборонному комплексу, то есть суды отдаются на уровень уже Совета Федерации. То есть это усиливается очень существенно роль представительных органов власти, то есть тех органов власти, которые представляют жителей Российской Федерации. И, на мой взгляд, это очень смелое, серьёзное решение такое. Ну, к этому уже, наверное, пришли, и Российская Федерация пришла, и гражданская общество у нас таково, что сегодня мы можем такие законы на самом деле принимать. Очень много вопросов, связанных с защитой детей, детства, материнства, по семье, что, значит, у нас только, может быть, мужчина, женщина, брак. Сколько мы сейчас уже практически, вот даже где бываешь, заграницей, это уже просто, по мне, так это уму непостижимо. В наши рамки не укладываются все вот эти нормы жизни, которые сегодня наша хвалённая Европа нам преподносит, когда браки заключают, там, однополые браки с собаками, с кошками, ещё и нам преподносят, ещё в школы это в наши несут, как достижение великой демократии. Конечно, мы никогда на это не пойдём, и жители Российской Федерации, Нейско-автономного округа, для нас это просто, в наши понятия это никак не входит, но так, как нас воспитывали, обучали, поэтому и здесь тоже много, по семью, отцовству, детству. Сейчас только я пришёл, мы проводим большой круглый стол по коренным отчисленным народам, по детям Арктики. Большой форум, такой общероссийский, даже международный, у нас обсуждаем программу «Дети Арктики». Она сейчас очень серьёзно будет возрождаться, и вновь, вновь очень серьёзное внимание к детям Арктики, особенно нашим кочующему населению, те детки, которые сегодня кочуют в тундре, и которые не имеют такой возможности подготовки к школе, дошкольного образования, как в городе и на селе. Поэтому очень такое серьёзное идёт обсуждение, и все рекомендации, которые сегодня будут, сегодня представители у нас с Министерства по Дальнему Востоку, Арктики, по Агентству по делам национальности Российской Федерации на этом круглом столе, наши представители, ЕСОВ, организация коренных матч, большой ассоциации российской. То есть вот эти все вопросы, которые поднимают жители на встречах, и когда я шёл на выборную кампанию в Государственную Думу, то, что поднимали коренные малочисленные народы, то, что поднимали жители округа, в значительной степени, я вполне ответственно говорю, что это вошло сейчас поправками в Конституцию Российской Федерации. В СМИ и в социальных сетях часто от политиков звучат предложения ввести школьный предмет, связанный с Конституцией. Вот как вы к этому относитесь? Ну, я не думаю, что нужно школьный предмет отдельно выводить по Конституции, но то, что мы должны знать Конституцию, это абсолютно справедливо. Это нужно, это нужно. Поэтому в рамках какой-то там права или что-то предмета, правоведения, обязательно, на мой взгляд, должны быть уроки, которые бы давали возможность всё-таки вот доводить до наших учеников по Конституции, потому что это основной закон Российской Федерации, по которому мы живём. Мы, кстати, встречаемся же много, я знаю, что окружное собрание депутатов, депутаты окружные, из-за Полярного района, и вот я много встречаюсь с молодёжью, в том числе проводим уроки парламентаризма. Сейчас был в ОМИ, в Пёше, встречались с учениками, с старшеклассниками, много говорили, обсуждали. Они очень с интересом вообще воспринимают эту информацию, интересуются этим. Сейчас молодёжь пошла очень активно у нас в этом плане, поэтому я считаю, что это нужно делать, безусловно. Значит, ну, завершая Конституцию тогда, вот я всё-таки скажу, наверное, жителям округа, вот внутренние свои ощущения, что я думаю, что вот наше поколение, наше поколение, которое придёт на избирательные участки и будет голосовать за поправки в Конституции Российской Федерации, оно войдёт в историю государства, как поколение, которое заложило очень серьёзный фундамент, стержень именно государственности, целостности государства российского, его суверитета. Вот это, на мой взгляд, очень важно, и вот нам с вами посчастливилось внести такие поправки, которые принимаются не на один год, это не на 10 лет, а на десятилетие, на столетие. Поэтому 22-го числа, я думаю, что вот многие жители, наверное, Ненецко-Автономного морга придут, придут и проголосуют за поправки, поддержат то, что всё-таки мы вот туда, то, что предложили жители Российской Федерации и президент Российской Федерации. Ну, сейчас вот мы проводим круглый стол, вот уже завершая Конституцию, вот, на мой взгляд, сейчас мне очень интересно, важно побегу туда получить резолюцию. Для чего? Потому что вчера буквально мы приняли в первом чтении целый пакет проекта закона по поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. Мы знаем о том, что президент подписал указ об основах государственной политики в Арктической зоне Российской Федерации до 35-го года. На подписи находится стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации до 35-го года. На днях она в Госдуму поступит. И вчера мы обсуждали, переняли в первом чтении, вот поправки, вернее, в первом чтении вот этого закона. Закон очень серьёзный, мы с вами о нём говорили, очень проблемный. Мы обсуждали его на девяти комитетах. На девяти такого ещё никогда не было. Причём в половине из них я принял участие и скажу о том, что те предложения, которые были предоставлены Ненинском автономном округе, губернаторам Ненинского автономного округа, мы с ним очень подробно обсуждали то, что нужно изменить, они уже нашли понимание в правительстве, в профильном министерстве по Дальнему Востоку и Арктике, и нам пообещали, что изменения эти будут месены. Но всё-таки мы создали рабочую группу на базе Комитета по экономике, и эта рабочая группа каждую среду будет заседать. Все предложения, которые идут с регионов по этим проектам законов, они очень тщательно будут обсуждаться. Я хочу сказать слова благодарности, прежде всего, и нашим органам, исполнительным законодательным властям, что они очень активно включились в эту тему, много дали дельных предложений, которые нужно дальше провести. И Министерству по Дальнему Востоку и Арктике, Крутикову, Александру Викторовичу, поскольку есть понимание. Они нас слышат. Они нас слышат. И на ходу прямо идут изменения. Мы надеемся, что ко второму чтению, ко второму чтению это будет совершенно иной документ, совершенные документы. Дай бы Бог сохранить концепцию этих документов, поскольку, если не будет сохранена концепция, то это уже не второе и третье чтение, то надо будет их отклонять. А почему возникла необходимость создания вот этого закона? Почему? Потому что, к сожалению, пока что жители Арктики, наших серверных регионов, с точки зрения социальной обеспеченности, они ниже. Если в целом по Российской Федерации говорить, я не говорю про Ненецкий автономный округ, к сожалению, они не дотягивают в целом по меркам общероссийским. Кроме того, в советские времена, вот тут я по-доброму вспомню советские времена, у нас были льготы. Люди ехали на север, зарабатывали на машину, на квартиру, оставались здесь на севере, как бы полюбив его. К сожалению, сегодня ситуация изменилась. Заработные платы в Москве, Санкт-Петербурге, они ничуть не выше, чем на севере на самом деле. Как сегодня привлечь сюда молодёжь? Как завлечь, чтобы люди здесь работали, чтобы они могли передвигаться, чтобы они могли рожать детей, могли жить в былоустроенном жилье, в том числе населённых пунктах, летать на отдых, отдыхать? К сожалению, вопросов я могу перечислять не один час. Так вот, те проблемы, которые мы поднимали перед правительством всегда и перед президентом Российской Федерации, и в прошлый раз я немножко так беспокоился, что я очень много говорил, когда говорил о том, что мы планируем по Арктике. Но вот я сегодня же вам докладываю, что уже начинает это всё воплощаться в жизнь. Это не просто Коткин говорил, что надо, надо, надо сделать. А уже сегодня мы видим и указ президента, мы видим конкретные нормативные правилы акта, которые вносятся правительством, но там есть ряд моментов, которые нас волнуют и беспокоят. Ну, к примеру, резидентам, то есть поддержки очень серьёзной льготы по налогам получают тот малый бизнес, который, допустим, инвестирует 10 миллионов рублей. Ну, на наш взгляд, это несерьёзно. Какой малый бизнес? 10 миллионов рублей. Мы просим отсечение сделать на одном или на трёх миллионах, чтобы действительно малый бизнес, чтобы где-то там какие-то народные промыслы, чтобы где-то там кто-то мог печь хлеб, пирожки, чтобы этот малый бизнес действительно был поддержан государством. Почему? Потому что те законы, которые сегодня внесены, они нацелены только на крупный бизнес, на крупный бизнес, на крупные инвестиции. А малого мы там особо не видим. Поэтому Крутиков согласился, я думаю, что норма эта подсечена. Кроме того, что нас волнует и беспокоит, это те же коренные малочисленные народы. Там есть очень смелые нормы. Когда они отчуждение земель у коренных малочисленных народов, они, значит, могут решением, не согласовав даже с органами власти региональными, а вот там так называемая управляющая компания некая будет, которая будет решать землю отчуждать у коренных малочисленных народов на развитии бизнеса крупного. Конечно, мы с этим не согласимся. Почему? Потому что у нас нет свободных земель. У нас все земли, они там кочующие оленеводы. И это не так просто на самом деле. Поэтому мы просим, что вы хотя бы учтите мнение местных, местно-региональной власти. Как мы к этому относимся? Заключения соглашений там нет, вообще регионов. На мой взгляд, даже нарушение Конституции есть какие-то моменты. Поэтому вот эти все вопросы мы очень серьёзно поднимали, обсуждали. И далее, что самое главное, на мой взгляд, малый и средний бизнес, он в принципе нерентабельный в условиях Арктики. Просто нерентабельный, потому что рабочая сила дороже в 2-3 раза, чем на материке. С учётом отпуска большого, с учётом проезда 1 раз в 2 года и так далее, и так далее. Поэтому я поставил вопрос, я прямо Крутикову задавал на одном из комитетов, говорю, если государство объявило такие льготы по малому бизнесу, по северам вернее, тогда было бы логично и на федеральный уровень перенести расходы по месту проезда, месту отдыха и обратно. Но ответ я получил. В принципе, они говорят, что они согласны с этим вариантом. Действительно, они это понимают чётко. Мне нравится то, что идёт очень серьёзный разговор, что они слышат нас, что как-то раньше такого не было. И они прорабатывают вопрос профильного министерства и правительства не с точки зрения снижения страховых взносов, о том, Наталья Александровна, окружное собрание часто мне с этим предложением выходит, а уйти на субсидирование, субсидировать затраты по малому-среднему бизнесу. Условно говоря, там какие-то стройки, пекарню строят, значит, какая-то сумма будет субсидироваться. Они прорабатывают, пошли по такому пути. Не снижение страховых взносов, а по субсидированию. Как это всё получится, в каком варианте это всё будет, не знаю. Мы буквально вчера встретились, наши арктические депутаты объединились и наметили пять позиций, которые мы сейчас будем пробивать. То, что нужно нам на весеннюю сессию, на осеннюю. И вот, потому что вопросов буквально десятки и даже и сотни, когда вот с людьми встречаешься, мы понимаем, что мы сразу всё не решим в одночасье. И очень важно здесь как бы системно выстроить работу, принять, ну, три-пять поправок, которые действительно коснутся северов. Мы их определили. Я задал вопрос на этой группе по проезду к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам. То, что у меня ветераны всегда задают вопросы. Вячеслав Кузьмич Каряпанов, забыл, мне бабуля всё время звонит, и днёно и ношно спрашивает, когда примут этот закон. Перекопай, Светлана Ивановна. Так вот, докладываю, я прямо задал вопрос правительству, когда мы примем этот закон, потому что по судам оплачивают этот проезд всем. А без судов нет. Ну, сказали, что проект закона подготовлен в первом чтении, и в ближайшее время мы будем его рассматривать в первом чтении. Поэтому я надеюсь, что мы вот этот закон примем, всё-таки примем его. Но вот решается это настолько тяжело, настолько тяжело пробить. И сейчас ещё намного легче то, что всё-таки Александр Витальевич, он пришёл с профильного министерства, и есть возможность, вот здесь стало работать проще. Почему? Потому что очень важны личные контакты. Напрямую замминистра, министры звонят напрямую по телефону, пообщавшись с Александром Цибульским, звонят напрямую, что надо, чего, как. Ну, это приятно, когда идёт навстречу то или иное министерство. Поэтому мы наметили вот этот перечень таких вопросов, основных, перечислять их не буду, и будем потихоньку-потихоньку всё-таки их решать. Мы же говорили, чем завтра, да? Завтра большой праздник у нас. Как бы праздник. Я с Челлингаром Артуром Николаевичем вчера вечером беседовал, он не сможет прилететь. Значит, у него, несмотря на всё-таки его возраст, огромнейшая нагрузка, он там много сейчас по Арктике занимается, он не смог прилететь, просил передать всем жителям округа, что он вместе на этих соревнованиях просил, как всегда, значит, беречь себя на гонках своих там коллег по соревнованиям тоже как-то очень внимательно, аккуратно там вот гонять на буранах. Поэтому вот такой праздник для жителей округа, он, видимо, желанный, востребованный. Поэтому завтра будем проводить это мероприятие. Погода, видите, немножко подкачала нынче. Но вот мероприятие. Потом мы проводим здесь большие соревнования по тэквондо. Среди нашей молодёжи где-то 90 участников. Меня там попросили подключиться, поддержать их где-то с трудом, но всё-таки мы всё это соорганизовали. Я думаю, что получится и этот праздник. Потом день города у нас завтра, мы ещё будем чествовать наших ветеранов. То есть такие события очень серьёзные, большие. И планы большие, как всегда, да. Сергей Николаевич, у вас недавно был день рождения. Телекомпания «Севера» тоже от души вас поздравляет и желает новых законопроектов, социально важных. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. Вам большое спасибо, Люба. С днём рождения поздравил очень много жителей округа. Начали с Усть-Кары, закончили Шойной. Весь округ. Весь округ практически. Практически каждые пять минут были звонки и поздравления. И до сих пор сегодня ещё звонят. Так что вам большое спасибо. Я думаю, что вместе мы ещё попробуем сделать для округа полезных вещей. Ждём вас в гости. Вам спасибо. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был депутат Государственной Думы от Ниньского округа Сергей Коткин. Встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова